Итак, дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Лещенко Ольга. Давайте продолжим тему рисования. Сегодня у нас стиль аниме, как рисовать голову и на чем она строится. Значит, стиль аниме на самом деле очень упрощенный, потому что здесь очень простая анатомия. Если обычная голова строится по типу овала, то есть сверху у нас будет шире, а к низу будет уже, потом делится все вот так вот пополам, в этой области строятся глаза, в этой строится нос и рот, то в анатомии аниме тут, конечно, все намного проще. И это, конечно же, действительно делает его уникальным для тех, кто учится рисовать. Значит, что здесь интересного? Мы рисуем круг. Круг. Здесь добавляем вот такие две линии. Вот. И соединяем их по центру. Чтобы было вам проще, вы можете сделать... Можно нарисовать вот такую линию, для того, чтобы наши стороны были симметричны. Итак, друзья, давайте дальше продолжим. Наш шарик, если взять круг изначально, делим в нижние его части. В самое нижнее, да? Ну, то есть здесь будет больше, а здесь будет меньше вот эти все части. Так. И вот здесь, значит, акцент в анимешном рисунке, конечно же, в портрете я имею в виду, акцент на глаза. Тут глазюки очень-очень большие. И действительно, в этом есть какая-то фишка, потому что большие глаза, ну, это как зеркало души, да? Так, рисуем сразу дугу. Вот. Естественно, здесь не будет академического рисунка, понятное дело. Вот. Очень большая резиночка стирательная, но ничего. Вот. Рисуем вот такие вот дуги. И закладываем сюда большущие, огромные наши радужные оболочки. То есть не зрачки. Зрачки это то, что черное, да? А именно радужку. Мне, может, не очень сразу получится все это дело, но, по крайней мере, будет хотя бы понятно, я надеюсь, для вас, друзья. И так далее. Значит, мы сейчас делаем такой набросок. Вот. Зрачок можно указать тоже. Вот такой вот небольшой. Давайте выберем резиночку стирательную, чтобы она у нас была более такой маленькой. Вот так мы можем это все дело почистить. Наверное, уже мешают эти линии. И соединяем нашу голову. То есть соединяем нижнюю челюсть и наш круг. У нас получается похоже уже что-то на овал лица. Так. Теперь мы будем работать с этой частью. И будем ее вырисовывать. Смотрите. Соединяем. Здесь мы можем соединить немножечко мягче. Линии, конечно, вы выбираете сами. Насколько будет заострен тот же подбородок. Или насколько он будет более широкий или узкий. Вот. Вы уже здесь вы решаете сами. Вот. Потихонечку делаете красивый овал лица. И заполняете ваш рисунок. Дальше. Что мы делаем дальше? Здесь тоже можно подчистить. Так, друзья. Напишите в комментариях, какие виды аниме вы знаете. Вот. Я знаю, что есть манго. Да. И кто знает, как именно в какой стране родилось аниме. Так. Здесь брови. Видите, как они настолько высоко посажены. Обычно они посажены намного ниже. Нос вообще класс. То есть вы можете нарисовать одну полосочку. Это уже будет являться носом. Вот. И можете вообще нос нарисовать. Кстати, часто я замечаю, что здесь просто блик. Вот. Ротик. Можете нарисовать вот такого плана. Если это будет грустная девочка, то вот такого. Да, допустим. Вот. Ну, можно нарисовать более веселый вид. Рисуем обязательно верхнее веко. Более выразительные получаются глазки. Так. И, конечно же, мы уже можем прорисовывать наши глаза. Глазки наши будут прорисовываться вот такой вот линией. И с выходом на стрелочку. В анимешном стиле очень часто стрелочку используют для женских портретов. Вот такие реснички, видите, заостренные. Не просто палочки. А вот так. Вот так вот вы их можете порисовать. Здесь для того, чтобы сделать более веселый вид, вот этот низ глаза вы нарисуете не так, а вот так. Видите, наоборот, вот так, дугой. То же самое. И сделаете здесь выход на стрелочку. И вот таким вот образом треугольничками. Где-то тоньше ресничка, где-то шире. Потихонечку делаете и этот глазик. Соединяете его с верхним вашим рядом. Так, дальше по бликам. Как я говорила в предыдущем видео, что блики для аниме это вообще какой-то отдельный вид искусства. Блики здесь очень сильно применяются для того, чтобы передать эмоции. Вот. Значит, рисуем наш зрачок. Давайте его полностью сделаем черным для начала. Вот так вот. И дальше, что мы делаем, это... Ну, выбираем, допустим, давайте выберем цвет глаза, да, самого. Давайте сделаем какой-то фиолетовый. Так. И сделаем... Вот таким вот цветом. Все лишнее мы уберем с помощью резиночки стирательной. Тоже не проблема. Вот. Потихонечку вы рисуете. Ребят, расскажите, кто работал раньше в программах, в каких. Хотели бы вы научиться, возможно, может, в определенных программах. Кто какие программы знает. Вот. И что больше всего интересует по стилям, это тоже немаловажно, хотелось бы узнать у вас, друзья. Так, берем более темный оттенок и рисуем его вот здесь вот. Ой, это сильно. Давайте, наверное, возьмем краску какую-нибудь. Вот так, например, выберем. Что-то оно не то, да. Значит, так, карандаши, каллиграфия, маркер. Давайте вот этот выберем. Так, значит, здесь мы закладываем более темный цвет. Не могу никак разобраться, понять, где у меня находится этот мягкий маркер. Я с этой программой недавно работаю. Давайте, в принципе, это то, что я хочу. Вы закладываете вот такую тень. В зависимости от материала, чем вы работаете, то и будет у вас, ну, эффект тот или иной, так скажем, вот. Значит, дальше переходим на черный. Переходим на... Можно ручку взять, вот так вот. И здесь уже прорисовываем наши эти зрачки. Так. Дальше. Можно здесь вот так вот указать какие-то грани. И здесь тоже я еще раз повторюсь, что блики для стиля аниме, это просто, ну, супер важно. Показываются всегда с помощью бликов в этом стиле настроения героев. И, конечно же, передается с помощью бликов, ну, очень много всего. Так, давайте зайдем в белый. Можно это сделать, конечно же, и резиночкой стирательной, но мы можем сделать и белым цветом. Вот такие вот блики можно нарисовать. Вы можете это сделать, дорогие друзья, с помощью ручки белой. Обычная белая ручка. Можно подороже купить, можно подешевле. Вот, это уже неважно распылить. Или давайте этот возьмем. Вот. И я вот такие ставлю блики. Так, что мы делаем дальше? Обязательно я хочу сказать вам, друзья, что вы должны сделать шею. Обязательно рисуйте шею. Она в анимешных рисунках очень тоненькая. Вот. И такая вот красивенько сделана. То есть очень-очень грациозная, я бы даже сказала. Так, я думаю, что вот таким вот образом можно ее закомпоновать. Плечи очень маленькие. То есть такие, знаете, мультяшные. Можно нарисовать ушки вот здесь вот, да, в районе, где нос и глаза по бокам. Но можно их и не рисовать. В стиле аниме это допускается, потому что все прикрыто в челке. Вот. Ничего не видно. Обязательно рисуйте объем волос. Где у вас будет заканчиваться? Чем ниже, тем у вас будет более, как бы сказать, такая прилизанная прическа. Чем выше, тем она будет более объемная. Это вы должны всегда учитывать. Вот. И вот таким вот образом вы рисуете вашу голову, ваш портрет аниме. Конечно, можете сделать цвет сразу. Заложить сюда. Например, здесь не будет части брови видно, да? И здесь не будет части брови видно. Вы это можете убрать. То есть те линии построения, которые не видны, вы их убираете. Так, вот такой вот быстрый рисуночек. Давайте посмотрим, что у нас здесь получается. Может быть, какой-то цвет можно положить. Маркер. Чему-то не хочет, да? Так, маркер. Каллиграфия, маркер. Давайте распылители сделаем. Будет, я думаю, прикольно. Во-первых, сразу закладывается, да? Много. По цвету. Всегда, смотрите, друзья. У корней волосы всегда будут темнее. Всегда. Так, сейчас я это все дело зачищу. Вот здесь вот. Вот. Вы можете такой же самый рисунок нарисовать и на бумаге. То есть принцип тот же, друзья. Ничего не меняется. Принцип совсем тот же. Так. Здесь вы можете Так, так, так. Здесь вы можете сделать блик. Вот такой блик. И уже можно перейти на черный цвет и уже просто делать вот такую красоту оформления, да? Еще раз, друзья, напомню, что я делаю очень быстрый рисунок. Может, не все красиво получится, но принцип, чтобы вы хотя бы понимали, как строится рисунок аниме, насколько это все просто. и, ну, даже для начинающих дизайнеров это тоже очень все доступно, очень все доступно, скажем так. Вот. Так, здесь тоже надо аккуратно уже. Линия так увеличивается. Так, друзья, я предлагаю сделать какой-то легкий румянец. А может быть, акварель какая-нибудь такая пушистенькая. Ой, пушистенькая, да. Анимешные рисунки, стили очень любят вот такого плана. И блики тоже на щечках можно положить. В общем, друзья, пишите в комментариях, как вам рисунок, любите ли вы аниме. И до новых встреч!